Всем привет! С вами я, Виктория Исаева. И я здесь, чтобы напомнить вам. Жизнь прекрасна. Как я поняла после моего прошлого видео, вам интересна тема транса, гипноза, медитации и общения с подсознанием. Поэтому я решила еще немного углубиться в тему и рассказать еще пару приемчиков, которые помогут вам установить контакт, связь со своим подсознанием и получать от него ценные ответы и ценную информацию на интересующие вас вопросы. Для того, чтобы работать с подсознанием, надо научиться работать с трансом, то есть входить в состояние транса. Это состояние полной релаксации, медитации и расслабления, когда ваш бег мыслей замедлился, остановился, в голове наступила вожделенная тишина и пустота, и когда мысли перестали вас доканывать, тут может заговорить ваше подсознание. Поэтому ваша первая задача – это научиться входить в состояние транса. Вот как я рекомендую начать практики. Все мы хотя бы раз в жизни впадали в транс. Это вот такое состояние, когда ты залип, и у тебя бег мыслей в голове остановился. И ты расслаблен, ты считаешь ворон за окном. Или едешь, едешь в метро, в маршрутке, в поезде, и завис, и не знаешь, сколько времени прошло. Вот такое вот состояние залипания, зависания – это и есть транс. Транс. Мы все его испытываем по много раз в день. Задача практика, НЛП – научиться это состояние вызывать произвольно и научиться в этом состоянии работать, работать со своим подсознанием. Что вам нужно сделать в первую очередь? Это попробовать практиковать транс и медитации. Вы можете сесть или лечь в удобную позу. Главное, чтобы вам никто и ничто не мешало. Закрыть глаза и начать расслабляться. Что такое вообще транс? Транс – это в первую очередь остановка бега мыслей. Это состояние внутренней тишины в голове, когда все голоса, все мысли, вся словомешалка остановилась, и все. Вот как водная гладь. Тихо и спокойно. Все ровно у вас в голове. Вот это состояние транса. Вам надо научиться его вызывать. Это можно сделать разным способом. Обычно для того, чтобы войти в транс, надо научиться концентрироваться на чем-то одном. Например, я люблю концентрироваться на дыхании. Садишься, закрываешь глаза, расслабляешься и начинаешь дышать. Лучше вдыхать в живот, потому что это будут более глубокие вдохи, они будут насыщать организм кислородом. И ты начинаешь делать вдох на четыре счета и выдох на четыре счета. Вот таким вот образом. И ты сидишь и вот таким образом дышишь. Четыре счета вдох, четыре счета выдох. Четыре счета вдох и выдох. И следишь за тем, как твой живот вздымается и опадает. Вздымается и опадает. И таким образом очень скоро ты себя убаюкаешь, успокоишься. Бег мыслей остановится. Все. Другой способ тоже входить в транс, расслабляться, это начать прям часть за частью тела расслаблять. Расслабляю макушку, расслабляю лоб, расслабляю веки, щеки и так далее, пока не дойдешь до кончиков пальцев. И расслабив все тело, скорее всего, ты остановишь бег мыслей и тоже выйдешь в состояние транса. Если у вас проблемы с расслаблением, если вам трудно испытывать транс, рекомендую практиковать йогу. Потому что йога очень хорошо помогает успокоить бег мыслей и научиться расслабляться. Это очень важно, это очень полезно для здоровья. Не говоря уж о том, что это необходимо для контакта с подсознанием. И вот когда вы полностью расслабились, когда в вашей голове все голоса утихли, вы слушаете внутреннюю тишину, и ваше внимание переключилось с внешнего мира на мир внутренний, вы можете делать все, что хотите. Вы можете задавать любые вопросы своему подсознанию. Вы можете выуживать любые воспоминания. Вы можете вспомнить лицо акушерки, которое воспринимало, если вы достаточно глубоко уйдете. Вы можете получить любые подсказки. Например, вы ставите себе цель, я хочу стать президентом Российской Федерации, я хочу стать миллиардером. Каким образом я могу это сделать? Что я должен сделать уже сегодня, чтобы прийти к этой цели через энное количество лет? Все это можно делать, конечно же, когда человек только начинает практиковать, бывает сложно. Потому что очень часто, вроде только мы расслабимся, и как только начинаем задавать вопросы, тут же включается разум, тут же включается думалка, тут же начинает вместо вашего внутреннего голоса и голоса подсознания говорить ваши страхи, ваше эго, ваша логика и прочее, прочее, прочее. Как отличить голос подсознания от голоса словомешалки? Голос подсознания тихий и лаконичный. Он говорит короткими словами, фразами, предложениями, образами, обрывками. Голос разума, он обстоятельный. Он говорит, ну ты знаешь, чтобы стать президентом, это, конечно, очень нелегко, но ты, в принципе, можешь, тебе, наверное, надо сделать то-то, то-то. То есть он начинает рассуждать, говорить полными предложениями, такой стройной речью. Все, можете сразу закругляться. Это не голос подсознания, вы просто вышли из транса. Еще один очень важный момент для тех, кто решил практиковать общение со своим подсознанием в трансе. Правильно задавайте вопросы. Подсознание не будет вам отвечать на любые вопросы. Вообще не путайте свое подсознание с волшебным магическим кристаллом, который видит будущее, и сейчас вам будет все рассказывать. Нет, подсознание работает немножко по-другому. Общаясь в трансе со своим подсознанием, избегайте вопросов типа «Почему? За что? Кто виноват?» На такие вопросы ваше подсознание вам вряд ли будет отвечать. Скорее включится голос эго, голос страхов, голос предрассудков, голос разума. И вы выйдете из транса. И в любом случае ответы на такие вопросы вас ни к чему не приведут, не будут конструктивными. Они не выведут вас из плохого состояния в хорошее. Если вы хотите добиться хороших результатов во время транса и медитации, задавайте правильные вопросы. Правильные вопросы к подсознанию – это вопрос «Зачем?». Например, «Зачем мне эта ситуация?», «Зачем мне этот человек?», «Зачем мне эта болезнь?», «Зачем мне эти обстоятельства?», «Зачем мне этот недостаток?», «Что они мне должны дать?», «Чему они могут меня научить?», «Чему меня может научить эта ситуация?». Кроме вопроса «Зачем?», также очень полезным является вопрос «Как?». Как я могу выйти из этой ситуации?», «Как мне лучше решить эту проблему?», «Как мне достичь моей цели?», «Как мне сделать то-то?». То есть вопрос «Как?». Или «Как я создал себе эту проблему?». Никто виноват в моей проблеме, не почему эта проблема со мной случилась, а как я создал эту проблему. Какими эмоциями, да, то есть, например, вы увидели, что вы создали себе некую ситуацию или проблему. Вы спрашиваете, какая эмоция лежит в основе, какая эмоция создает этот недостаток, создает мне эту проблему, создает эту ситуацию, да. Подсознание с разными людьми разговаривает по-разному, да. Кто-то ощущает ответы киностатически в теле, физическими ощущениями. Обычно это происходит так, как будто «Ой, боже, я же всю жизнь это знал». Ну, конечно, ответ такой простой, как я мог сам до этого не додуматься, да, вы чувствуете ответ. Кто-то видит картинки и образы. При этом образы могут быть очень странные, смешные, хаотичные, нелепые, непонятные. Если вы видите какую-то картинку, картинка просто выпадает перед вашим мысленным взором, и вы ее не понимаете, продолжайте задавать наводящие и уточняющие вопросы. Что это значит? Что это за образ? Что это за эмоция? Да, что ты хочешь мне сказать? Да, то есть задавайте уточняющие вопросы до тех пор, пока вы не получите исчерпывающий ответ и не поймете, что вам хочет сказать ваше подсознание. Кто-то слышит голос своего подсознания, да, как внутренний некий голос, который всегда общается очень кратко, лаконично и односложно. Опять же, этому внутреннему голосу можно задавать какие-то наводящие, уточняющие вопросы. Кроме того, в трансе, и мне это очень нравится, вы можете отдавать своему телу абсолютно любые команды и приказы. Например, вы поняли, что причина вашей проблемы – это некий страх. Страх неудачи, страх общественного мнения, страх потерь, да любой страх. Вы понимаете, что вашу проблему сформировал страх. И прямо тут же, не выходя из транса, в этом же состоянии, вы говорите своему телу, «Дорогое тело, прямо сейчас, пожалуйста, отпусти страх неудачи с любовью и благодарностью». «Дорогой страх, прямо сейчас я тебя отпускаю». И когда вы даете своему телу команду в трансе, обычно тело исполняет его просто моментально. И киноэстетически в теле вы почувствуете перемены. Как ваше тело чувствовало себя, когда этот страх у вас был, и как оно почувствовало себя, когда страх ушел. Вы просто киноэстетически, да, вот в теле почувствуете, что до и после – это разные два состояния. Это очень интересная практика, пробуйте. Но, но, очень важно понимать, что для того, чтобы хорошо и продуктивно работать с трансом, это, конечно, не самая простая техника, да, она требует опыта, чтобы вот так вот медитировать, сотрудничать со своим подсознанием, получать ответы, менять какие-то программы, убирать негативные, записывать новые позитивные себе программы на подсознание. Для этого надо быть достаточно эмоционально чистым человеком. То есть, если вы никогда в жизни не практиковали медитацию транс, если вы никогда в жизни не чистились, не дышали эффективное прощение или какие-то другие методики очищения от негативных эмоций, если вы в кризисе, в стрессе, да, в полной эмоциональной жопе вдруг решили помедитировать и пообщаться с подсознанием, скорее всего, во время расслабления вам будут мешать ваши голоса страхов, голоса эго, голос предрассудков, голос разума и так далее. Да, эти голоса будут вклиниваться, вы постоянно будете выходить из транса, они будут советовать вам что-то несуразное, типа, да-да, он тебе действительно изменяет, быстрее брось его, пока не поздно и пока тебе не стало больно, да, то есть, ну, мы будем советовать какой-то бред, да. Поэтому для того, чтобы практиковать такие вещи в трансе, сначала нужно сделать хорошую-хорошую эмоциональную чистку. Курс эффективных прощений или курс медитации любви, месячный курс, да, такой прям основательный. То есть, почувствовать, что ваше эмоциональное состояние стало более ровным и спокойным и уже потом тогда начинать общаться с подсознанием и пытаться что-то в нем менять. У многих людей, конечно, получается с первого раза, у меня, например, получилось это с первого раза, но это было благодаря тому, что я это делала не одна, я это делала с учителем, с моим гипнотерапевтом, да, конечно, когда другой человек тебе голосом помогает и ведет тебя в этом состоянии транса, да, это уже называется гипноз, управляемый транс, конечно, проще, на первый раз проще так научиться, но, тем не менее, самостоятельно практиковать тоже можно и нужно. И в моем тренинге «Не жизнь, а сказка» онлайн мы уделяем очень большое внимание именно работе с трансом, и мы именно готовимся и учимся работать с трансом шаг за шагом, да. Сначала просто учимся расслабляться, потом учимся чувствовать какие-то ощущения в своем теле, понимать, какие процессы происходят в нашем теле, понимать, как эмоции движутся в нашем теле, где застревает боль, где сидит страх, где торчит обида, да, где просыпается гнев. Мы начинаем чувствовать свое тело, да, свое эмоциональное тело, вот. Потом мы начинаем дальше-дальше углубляться, потом мы начинаем задавать телу вопросы, потом получать от него ответы, потом начинаем уже редактировать какие-то программы подсознания, например, если есть программа «Деньги достаются только тяжелым трудом», или «Честным людям денег не заработать, все деньги уже разворовали», да, есть какая-то негативная программа, или «Все мужики козлы», да, эта негативная программа тебе мешает, ты встречаешь одних козлов, потому что твое подсознание так запрограммировано, да, или «Деньги тебе даются только очень тяжелым трудом», потому что твое подсознание так запрограммировано. Ты не обязан с этим жить, ты можешь действительно научиться в трансе менять эти программы на позитивные. Например, «Деньги достаются легко и с удовольствием, и это нормально». Мир полон прекрасных, честных, верных и искренних мужчин. Любую программу можно убрать, и любую программу можно себе записать, да, если освоить эти практики. Поэтому обязательно тренируйтесь, может быть, это произойдет не за один день, но результат обязательно вас очень порадует, результат будет того стоить. И если вы хотите какую-то помощь, да, если вы хотите учиться трансу и работе в трансе шаг за шагом, поэтапно, как положено, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой тренинг «Нежизнь, а сказка» онлайн. Ссылочку на описание программы, способы оплаты и всю информацию вы найдете в описании к этому видео. Ну что ж, на сегодня, наверное, это все, что я хотела вам сказать. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать.